Гоя был номером один в списке опытных и уникальных художников-гравёров своего времени. Он работал в технике афортов, глубокой печати, когда рисунок наносится на металлическую доску, а затем переносится на бумагу. В его коллекции четыре знаменитых серии афортов. Одна из них, Тавра Махия, и предстала перед взором посетителей музея. Привезти в Горьке выставку такого уровня стало возможным благодаря сотрудничеству с Государственным центральным музеем политической истории России, где и хранится альбом художника. Когда в 1937 году, во времена испанской гражданской войны, испанской революции, франкисты уже подходили к Мадриду, и оставшееся в Мадриде Министерство культуры, вот той старой Испании, оно сделало уникальный шаг. Чувствую, что уже всё, революция гибнет. Они достали старые доски Гои, с афортов Гои, почистили их, и сделали последний оттиск этих афортов. Самое интересное, что поскольку они их почистили, то рисунок получился более ярким, более чётким, чем на тех афортах, которые были во времена Гои. Серия «Тавра Махи» изображает знаменитую испанскую кориду, борьбу известных Тореро того времени с быками. Многие афорты этой серии достаточно брутальные и даже жестокие. Без доли жалости Гоя изобразил всю сущность кориды, которая уже неотделима от испанской культуры. Интересная выставка, интересные картины, но, правда, немного жестокая. Много насилия, жалко, конечно, быков. Ознакомиться с работами все желающие могут до конца сентября, но организаторы предполагают, что выставка Гоя в Горках задержится здесь и на весь октябрь. Продолжение следует...